Приветствую, с вами канал Новости Сверхдежавы. 27 марта чекист все же прилетел в Кемерово, где 25 марта произошел крупный пожар в торговом центре Зимняя Вишня. Как ожидается, глава государства посетит место трагедии. Кроме того, он заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона. Что касается руководства, а именно губернатора Тулеева, то посмотрите на его лизоблюдство во всей красе. Омар Борисович, как вы оцениваетесь? Омар Борисович, вы лично звонили мне, еще раз, спасибо великое, прошу прощения личного вас, за то, что случилось на нашей территории. Все делаем так, как вы провели по шахте Распадской. Сейчас идут очень мощные нападки, вот налоговые каникулы, бизнес и так далее. Я их прекращаю. Вот так, как вы сказали, просто вот до слова, чтобы прекратить. Так, как вы делали, так, как вы учили по шахте Распадской, вы лично все это делали. Приму пока тех, кто в состоянии, так сказать, ну как вы делали. Но опыт работы, тот, который вы дали на Распадской, полностью применяется у нас. Сделаем, Владимир Владимирович, товарищ президент, я вам обещаю, лично обещаю. Никогда, вот, когда говорил, вы помните, вот не подводил и сделал. Сам же чекист заявил следующее. Вчера, 25 марта, здесь произошла страшная трагедия в Кемерово. Погибли десятки людей. И прежде чем мы начнем работать, хочу сказать, что вся страна скорбит. Вместе с вами, вместе с горожанами. Хочу принести самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. Спасибо. Странно получается. Он говорит, что страна скорбит вместе с вами, но даже не объявляет национальный траур. Наверное, не хочет портить свой праздник после очередного своего переизбрания. Некоторые регионы начали самостоятельно объявлять траур по погибшим в Кемерово. Это Екатеринбург, Ингушетия, Приморский край. В знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерово, жители Беслана собрались в той самой школе номер один. Чекист также назвал причины пожара. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за родильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причины? Последствия какие? Стоит отметить, что в Кемеровской области он набрал более 85%. Но несмотря на народную любовь, ни он, ни губернатор к народу так и не вышли. А и, естественно, отправили вместо себя ОМОН и Росгвардию. Во дворах стояли. Тем временем на площади Советов в Кемерово проходит митинг с целью отставки руководства. А также народ желает знать истинное количество жертв. Будем следить за развитием событий. Поднимите руки! Слышите меня? Я такой человек! Я не хочу, чтобы оно должно вас так. Поднимите руки тех, кому заебало. Возьмите! Наставку поднимите руки! Все вон там! Поднимите руки вверх! Весь город вас! Вы видите? Вы видите? Вы готовы уйти? Вы эти метро пусы вообще слышите? Стулее вы с тобой забираете! Вливаться по стулью! Почему сейчас до сих пор нам отвечают на наши вопросы пешки власти? Где король? Где ферзь? Почему он в тепле? Где он? Народ в Годово всем! Пусть он отвечает за свое! Пусть его избрали недавно! Где он? Пусть приходит! Пусть сюда встает и отвечает! Зачем вот эти вопросы, которые не нужны никому? В отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина! Наши дети, это наше будущее. И вот за это преступники должны быть отвечены. Я очень не хочу, чтобы избылись слова Ларушвуко, который сказал, правосудие больнее всего ударяет по тому, кто в него верит. Я хочу верить в правосудие, что будут наказаны те, кто это допустил. Дежурных мы ходим туда как раз на четвертый этаж фитнес. Я ни разу не видела там дежурных. Извините, я бываю в Питере с детьми подобных. Там в каждом аттракционе сидит взрослый. Здесь ноль. Люди прыгают, дети из окон. Две местницы были. Из окон нужно было доставать всех. Дети умерли, их уже не вернуть. Нам нужна четкая справедливость. Я закрываю глаза, представляю, что если бы я был там, я бы погиб. Я не мог ли там, кого подпущение наказать троих-четверых людей. А мое мнение, виноват и все правительство, которое... Все верно! Да ситуацию, что пожарных расчетов не хватило, вертолетов нету. Там в самой богатой стране. А почему? А вы можете мне ответить, почему? Я вам ответил, почему там. Денег нету выдержать. О, блядь! Молодец! Денег нету выдержать. Молодец! Молодец!